Вопрос. В этом году я совершила паломничество Аль-Киран. Во время моего хаджа возникли две сложности. По прибытии в Мекку мы не совершили умру, малое паломничество, а отложили это на восьмой день. Мы проживали вместе с девушками моего возраста. Я была в состоянии Ихрама. Они настояли и наложили мне макияж. Я настойчиво отказывалась, но не потому, что украшение запрещено в состоянии Ихрама, так как я совсем позабыла об этом. Для удаления макияжа я использовала крем Нивея. Я не знаю, нужно ли мне что-либо сделать. При этом я совсем не использовала благовония, не пользовалась мылом или что-либо имеющим запах. И не совершала ничего запретного, кроме этого. В восьмой день мы вознамерились совершить умру, но у меня начался менструальный цикл. Он закончился лишь на второй день из дней Ат-Ташрик. В первый день бросания камушков джамрату л'Акаба за меня их бросил мой опекун. До совершения тавафу лейфада мы вышли из состояния Ихрама, что является разрешенным тому, кто совершил умру. Я совершала хадж Аль-Киран и все еще не совершила умру, но забыв, я вышла из состояния Ихрама, а после принесла в жертву жертвенное животное. До отъезда из Мекки мои спутники совершили прощальный обход, а я совершила тавафу лейфада и обряд саи между холмами Сафа и Маруа с намерением, что это умра вместе с хаджем. Я совершила эти обряды с прикрытым лицом и в перчатках. После обхода я сняла их. Меня одолевают сомнения в отношении этого, нужно ли мне совершить что-либо в искуплении. Ответ. Хвала Аллаху. Во-первых, паломник, совершающий хадж Аль-Киран, не совершает умру по прибытии в Мекку. Совершение обхода при прибытии – это желательно, сунна, но не обязательно. После этого паломник, если желает, может совершить бег саи, а может отложить его и совершить только после тавафу лейфада. И этот бег будет достаточным как для хаджа, так и для умры. Поэтому в том, что вы не совершили ни тавафа, ни сааи по прибытии в Мекку, ничего плохого нет. Но паломник, совершающий хадж Аль-Киран, должен совершить два обхода вокруг Каабы. Первый – это тавафу лейфада, который совершается после возвращения Сарафата и Муздалифы, а второй – это прощальный обход, который совершается до выезда из Мекки. Также он может отложить тавафу лейфада и совершить его только при выезде из Мекки, совмещая тавафу лейфада и прощальный таваф, как вы это и сделали. Во-вторых, в накладывании женщины и макияжа без запаха ради украшений нет ничего греховного. Запретным является использование благовоний. Поэтому нет греха в том, что вы наложили макияж или использовали крем для его удаления. Но из предосторожности было бы лучше, если бы вы не пользовались кремом, так как он имеет аромат. Однако очевидно, что крем – не благовоние, а женщину, использовавшую его, нельзя назвать надушенной. В-третьих, если паломник бросил камешки в джамрату ля-акаба, укоротил свои волосы, то он считается вышедшим из первого этапа и храма, которому разрешается всё, кроме полового акта. То есть он может использовать благовоние и стричь ногти. Для мужчин разрешается облачаться в одежду, которая была запретной на первом этапе и храма. Женщине разрешается прикрывать лицо ни-кабом и надевать перчатки. Всё это касается любого паломника, совершающего паломничество Алифрат, Ат-Тамат-Тур или Хиран. Слабые люди или женщины при огромном скоплении народа могут поручить бросить вместо них камешки другому человеку. Вы упомянули частичные выходы храма, но не сказали, что подразумевали под этим. Не упомянули, укоротили ли вы волосы или нет. Если вы укоротили их, то вышли из первой стадии храма. В этой стадии паломнику дозволяется всё, кроме полового акта. И то, что вы, совершая обход Алифада, были в ни-кабе и перчатках, является дозволенным. Если вы не укоротили волосы до совершения обхода, то вы остались в положении полного ихрама, и вам запрещалось надевать ни-каб и перчатки во время исполнения обхода. Поэтому вам необходимо совершить искупительное действие, поститься в течение трёх дней или накормить шесть бедняков, жителей Мекки, или принести в жертву барана и раздать мясо беднякам, проживающим в Мекке. А Аллаху ведомо лучше.